Джон, ранее Алиева отказался ехать в Гранаду. Встреча прошла без участия Алиева и было принято заявление. Какую важность имеет сейчас это заявление? Извините, заявление... Чей заявление? Заявление в Гранаде. Да, заявление, подписанное Николаем Пашиняном... В Гранаде без участия Алиева. Ну, первое, я понимаю, что скорее всего он не поехал, потому что он знал, что там будет сильное давление со стороны Запада. Я не хотел присутствовать на этом. Потому что наше, да, Запад, мы знаем, как хорошо давить на те, которые нежелательно выполнить наши условия. Поэтому в чем-то я понимаю его, с точки зрения интересов его страны. И я понимаю, почему он не поехал. По поводу, насколько важны эти заявления. Я, вы знаете прекрасно, я не эксперт во всякие подробности, все это переговоры и каждое действие двух сторон. Я эксперт по американской геополитике и внешней политике. Это то, что мы не подготовили. Но когда в учебе, мой папа работал на правительство, и моя семья до сих пор там работает и служит. Поэтому, еще раз, я всегда буду прокомментировать с точки зрения американской внешней политики. Я хочу просто сказать, что что нам нужно, реально, что нам нужно, Америка. Нам нужна военная база на Кавказе. Полноценная, мощная военная база. Потому что сейчас мы идем к пути на войне с Ираном. И имеет еще база, ну как, не еще, но еще, имеет база мощная на Кавказе. Было бы очень нам полезно, чтобы дальше угрожать Ирану. Как вы знаете, Тегеран, люди находятся в Тегеране. У Америки мощная база сейчас в Турции. И Джерлик самая большая. Да, но нам было бы очень выгодно, чтобы Азербайджан иметь базу. Потому что Тегеран, расстояние от границы Азербайджана до Тегерана, вы сами знаете, как близко. Вы представляете, какая угроза для Ирана, если у нас будет военная база в Азербайджане. Но это моя догадка. Но это моя догадка основана на моих знаниях американской внешней и военной политики. Может быть, я не прав, но, скорее всего, я прав. Джон, вот что сказал помощник генсекретаря США в Конгрессе по теме «Будущее Нагорного Карабаха». Цитирую. «Создание транспортного коридора с применением силы удостоится решительного ответа». О каком ответе может идти речь, Джон? Ну, ответ, скорее всего, имеет в виду ответ против Азербайджана. Да, я так понимаю? Да, да. Ну, на первое место санкция, там будет еще больше. Ну, как всегда, мы будем использовать санкции против страны, которая не выполнит наше желание и указание. Это первое. Потом, ну, как всегда, ставить страну на коленок. Реально так. Потому что, как я сказал, Азербайджан сильно помогает Россию обойти нашу санкцию. И это, понятно, очень большая проблема, потому что, повторяю, две самые главные геополитические стратегии у нас, но задачи, это санкции против России, остановить, как бы мы хотим покорить Россию, остановить Россию. И дальше Иран. И я повторяю, Азербайджан здесь лучшая страна. Это не Армения. Армения, просто мы играем с Армения, чтобы давить на Азербайджан, на Баку. Чтобы потом Баку хорошо подумает. И как бы, как мы надеемся, что Баку, мы надеемся, что Баку подумает. Ну ладно, в конце концов, может быть, лучше мы будем дружить с США. Мы будем делать то, что Вашингтон хочет. И мы не будем дружить, мы не будем сотрудничать с Россией. Но это наше желание. Окончательное. Надо понять, какой здесь окончательный цель. Наш окончательный цель – это не помогать Армении. Абсолютно. Но извини, пожалуйста, у меня огромное уважение к вашему народу, но у вас нет ничего, которое нам нужно. Ничего. А в Азербайджане там очень много, которое нам нужно. Мы хотим, чтобы Азербайджан стал американским протекторатом, но как бы вошли в нашу империю мировую. Ну, это так, фактически. Но вы знаете, у нас около 800 базы, военные базы по всему планету. Нам так не хватает военные базы в Азербайджане. Пришли как раз к ключевому вопросу для всех. Это транспортный коридор или коммуникации. Какими они будут и какие разблокируются. Джон, как вы представляете решение этого вопроса? Я не работаю в ГАЗ-департаменте. Я не дипломат. Но коридор именно гуманитарный вы имеете в виду? Коридор. Транспортный. Транспортный коридор. Более точно скажите, пожалуйста. Вы слыхали когда-нибудь про Зангизурский коридор? Коридор из Нагорного Карабаха, да? Нет, из материкового Азербайджана в Нахичеванскую автономию. Нахичеванский эксклав. Я повторяю. Я не владею все подробностями всякого коридора и подробностями на место. На место Карабаха. Я имею общую картину. Понятие американская внешняя и военная политика. Дальше все подробности. Вы лучше разбираетесь и понимаете это. Но в плане американской стратегии, пожалуйста, я могу это очень долго прокомментировать. Я просто знаю, что мы будем играть с оба сторонами. И мы будем играть с Арменией и Азербайджаном. Потому что нам действительно выгодно, что конфликт продолжается. Потому что как долго продолжается конфликт, тогда мы из каждой стороны можем выжимать какие-то выгодные нам условия. Но посмотрите Близне-Восток, Израил и Палестинцы. Конфликт идет 70 лет. И как вы думаете, мы не можем решить этот вопрос 70 лет? Потому что нам невыгодно решить этот конфликт. Нам выгодно, чтобы конфликт продолжается. И так будет дальше с Азербайджаном и Арменией. Нам выгодно, чтобы Россия и Украина воюют. Вы видите, что происходит? Это действительно все стратегия. Продолжать конфликты, зажигать конфликты. Нам выгодно, потому что с каждой стороны мы можем выжимать выгоду. Мы зарабатываем деньги на войне. Очень хорошие деньги на войне в Украине и в Израиле. И потом в одно время мы можем ставить Россию на коленок. Но как мы видим, мы хотим ставить Россию на коленок. Мы хотим ослабить Россию. Наши сенаторы постоянно говорят. О, с каждым днем мы ослабляем Россию. Вот, давай продолжаем войну. И так будет с Азербайджаном и Арменией. Нам выгодно, чтобы оба страны были слабые. Потому что тогда мы будем выжимать больше выгоду. Слабее не бывает. Поэтому мое предложение, что действительно лучше, чтобы вы и соседи договорились. Мир каким-то путем решать свои вопросы. Потому что дальше конфликт, если конфликт продолжается, это обеим вам хуже будет. Джон, есть еще одна тонкость. США готовится к президентским выборам. Что произойдет во внешней политике? В частности, конфликт армяно-азербайджанский. Какую важность будет иметь во внешней политике США? Нет, еще раз. Самая главная это Россия, потом Иран, Израиль. Вот это три самые главные темы для нашей внешней и военной политики. Но ваш конфликт только в рамках конфликта с Ираном. Вот только тогда он имеет какую-то важность. Как нам бы решить проблемы с Ираном и с Россией? Кроме, допустим, если ваши оба страны были, вы знаете, в Африке, допустим, или в какой-то другой, Южная Америка, тогда мы абсолютно на вас не обратили бы внимания. Вы не обратили бы внимания. Но вы, оказалось, вы находите, эти две страны находятся между двумя нашими врагами. Ну, вы прекрасно все понимаете. Поэтому важно. Поэтому в этом плане важно. Но важно только как часть из большей картины. Последнее хочу сказать по поводу нашей внешней политики. Выборы абсолютно не влияют на внешнюю политику. Абсолютно нет. Потому что наша внешняя политика, ну, мы давно поняли, там еще в конце, ну, еще в начале 90-х, что это, и это правильно. Наша внешняя политика делается группой людей, элита, которые их не выбирают. Это элита. Я скажу, что это правильно. Наша внешняя политика делается 10, 20, 30 лет впереди. Еще раз, это правильно. Мы не хотим внешней политики, которая меняется каждые 4 года. Это очень сложно. Это никому не нужно. Поэтому вы видели, что Трамп хотел делать свою независимую внешнюю политику. Ему не дали. Вы видите, у нас есть стратегический план на 30 лет, например. В этом выборе абсолютно не влияет на внешнюю политику. Джок, давайте уже закругляться. Какая судьба у переговорного процесса после всего, что происходило? На прошедшей неделе. И роль Вашингтона. Каким вы представляете дальше? Я хочу сказать, что мне очень сам неприятно и даже больно это говорит. Что я вижу ничего хорошего из Вашингтона. Вы знаете, я американец. Я хочу гордиться своей страной. Но, к сожалению, то, что я вижу за последние 2-3 года, там ничем гордиться. Там только ужас просто. Наша внешняя политика превратилась в реальную военствующую империю. Самый плохой смысл этого слова. Я просто вижу, как мы разжигаем конфликты. Куда мы не ходим, мы разжигаем конфликты. На Украине или у Вас на Кавказе, в Израиле. Но я могу долго говорить эту тему, потому что я каждый день изучаю такие вопросы. Наша военная и внешняя политика. И мы так специально, мы ищем конфликты. Мы, как бы, представляете, Америка, мы ходим по всему миру и ищем, ищем. Где есть увозимое место? Где есть конфликт? О, конфликт на Кавказе. Давай разжигаем это. Давай, чтобы хуже стало. Давай, чтобы конфликт там хуже стал. Почему? Чтобы мы можем выжимать выгоду из обеих сторон и расширять влияние нашего империя. Но это нормально. Все империи так действуют. Просто уже пора говорить, что да, Америка – это империя. Ничем не отличаются Римские империи и Просильские империи и другие в прошлом. Америка – такая страна. Просто очень важно, чтобы люди понимают это. Потому что, к сожалению, есть люди, которые думают, о, Америка идет, как хорошо, все вопросы решаемся, все будет замечательно. И потом они понимают, что это не так. Если вы не верите мне, спросите там люди в Ираке, в Афганистане, в Сирии, в Либии, в Вьетнаме. Спросите. Они тоже вам все рассказывают. Джон, тогда скажите, что зависит от исхода президентских выборов? Нет, выборы, я уверен, что Демпартия остается во власти. Именно Демпартия. Неважно, это будет Джо Байден или Камала Харрис, или, может быть, Мишел Обама, кто знает. Но Демпартия не уходит. Мирным путем они не уходят из Белого дома. Это совершенно верно. И, ну, как я сказал, наша внешняя политика все равно не меняется. Она уже сделана. Но в отношении России и Ирана наша внешняя политика уже была давно-давно точка сказана. Ну, Иран наш враг, Россия наш враг. И так всегда будет. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.